Ну что ж, Ария Рома и маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру City Skyline. Ну тут произошел один нюанс, из-за которого все у нас, как всегда, пошло не по тому месту. А именно у меня запорвалось прошлое наше сохранение, в котором мы играли, по совершенно непонятной причине. Я даже не без понятия, на самом деле в чем была проблема, и это ни в коем случае не связано с тысячами метеоритов, решившими попасть неожиданным образом из-за кого-то. Ой-ой-ой, как будто ты сам не хотел так сделать. Но я не растерялся и решил создать новый город, и начать развиваться именно до того момента, как мы остановились. Я чуть увлекся, и вместо трех тысяч населения у нас сейчас четыре тысячи двести, и наш город выглядит примерно вот таким вот образом. Карту, как вы можете доказывать, я немножечко сменил. Называется она «Четыре озера», как можно было понять. И я продолжил тематику нашего города, мини-городка. И здесь вот я разместил, как можно наблюдать, точно такой же европейский стиль наших домиков. Сейчас, когда это будет, наверное, в дневном свете, это будет, наверное, выглядеть получше, но пока это выглядит примерно вот таким вот образом. А больше всего я мучился, на самом деле, с въездом и выездом в город, и в итоге я намучил, что только я тут не намучил, на самом деле. Но в итоге вот благодаря таким вот хитрым развязочкам тут все как-то работает, наверное. Тут, безусловно, есть пешеходники, то есть тут у нас заезд, тут у нас выезд с наших мусоров в том числе. И здесь у нас тоже есть небольшое сообщение, когда все жители этого города переезжают сюда. Тут у нас стоит кладбище, здесь у нас небольшой образовательный центр. Я строил здесь вот городок, основываясь на небольшом опыте игры и на том, что лучше минимализировать количество перекрестков. И сделано это для того, чтобы увеличить, как бы это было ни странно, количество проживаемых на квадратный метр и уменьшить пробки, которые могут возникнуть. А вот здесь вот я немножечко чудил и экспериментировал с дорогой, для того, чтобы целенаправленно поднять ценность земель. И как можно выглядеть вблизи водоемов, та же ценность земель резко возрастает. Из-за того, что тут находится сточная вода, здесь стоимость земель непосредственно уменьшается, а выбросы сточных вод увеличивается. С электроэнергией на самом деле таких проблем сейчас нету, поскольку здесь стоит очень большое количество ветровых установок. Вместо обычных по воде у нас стоит, точнее, водонасос, вместо наших водяных башен я сделал это только с той целью, чтобы... Да ни с какой на самом деле целью, просто я захотелось, так я и сделал. Вот, у меня на всякий случай здесь стоят две угольные электростанции, которые на первых парах питали наш город. Ну так вот, и у меня, в отличие от нашего старого города, здесь развиты две клетки вместо одной. И это нужно было для того, чтобы здесь вот я сделал небольшую такую... Вот так вот сделан по нашей... Как это? По пристани, наверное, сделан. И здесь небольшие наши домики. Опа, начало воды не хватать. Причем на удивление резко так. Давайте поставим еще в водособирающую станцию нашу одну. Раз так необходимо. Я так понимаю, канализацию тоже сейчас будет не хватать, да? Да, канализации тоже не хватает. Давайте еще поставим канализацию за одну. Я все это тестирую прямо в прямом эфире, и как можете наблюдать, моды я не оставил, поэтому мне приходится до сих пор удалять дома вручную. А, по размещению жилых зон вы можете видеть на своих экранах магазинчиков по минимуму, но мне кажется, это более приемлемое расположение. Я не хочу здесь делать большие дороги, поэтому здесь все остается таким, как есть. Вот этот вот район. По паркам здесь, на самом деле, я разместил более чем нужно, даже мне кажется, но зато у нас очень хорошая радость у нашего населения. Как можно видеть, у нас есть потребность в коммерческих районах. Давайте их сейчас разместим здесь, потому что у нас есть уже размеченные места. Я продолжу сейчас заниматься благоустройством нашего города, и мне очень нравится вот такие вот делать дамбочки, не дамбочки, а как это правильно называется? Набережные, да. Набережные, которые будут огораживать наш непосредственный город от простой земли, от простых островов. Как мне кажется, это выглядит очень даже эстетичненько. В изначальном городе можно не наблюдать вот таких вот переходов, то есть это отдельные 4 озера. Я сделал все-таки такие переходики небольшие. Так, я сейчас буду заниматься тем, что благоустроивает наши непосредственно районы. Вообще, я хотел вот на этом пирсике сделать целенаправленно город с высокой зайностью плотности. Но, как можно видеть, пока мне это недоступно из-за того, что этот городок еще не полностью у нас забит. То есть у нас недостаток населения, короче, сейчас идет. На самом деле, я бы начал уже целенаправленно расширяться. Я бы хотел, чтобы вот этот островок, который у нас впоследствии появится, вот этот все было бы как-то облагорожено под большой район. Я имею в виду, там была бы высокая плотность застройки, и было бы все очень хорошо оптимизировано. А сейчас, пока я не знаю, как это лучше сделать, наверное, можно здесь вот сделать. В принципе, вот здесь вот было бы неплохо еще разбеслить небольшую деревеньку. Можно наблюдать высокую потребность у нас в рабочем населении, но в любом случае мне придется по ходу города строить. Я имею в виду маленькую деревеньку строить, хотя бы маленькую. Я не знаю, где это лучше сделать, на самом деле. Потому что вот здесь все загрязнение. Вот загрязнение, но хотя оно не такое уж большое, в принципе. Поэтому ладно. Только что бы я здесь построю небольшой райончик. Фу, я в итоге закончил эту развязочку. Это было очень жестко, на самом деле, ребята. Но в итоге у нас получилось вот что-то наподобие такого. То есть у нас люди въезжают, точнее, заезжают сюда. По кольцу едут сюда и могут вернуться, сделав такой вот круг здесь вот обратно. Я бы хотел вот эти два места соединить, чтобы люди имели возможность у нас с дома выезжать сразу на работу. Если будет такая необходимость. И теперь нужно вот эти вот поля заполнить у нас зеленочкой нашей. Любимой и уважаемой. Уеякс. А вот эти вот места, пожалуй, где я вблизи с шоссе, с шоссейной дорогой, я, пожалуй, смещу здесь коммерцию. Чтобы людей здесь меньше было. В принципе, чтобы люди здесь, наоборот, не жили. И чтобы было хорошо. Про электричество я не подумал, я дурак. Если вот сделаем вот так вот, должно быть все нормально, да? Все, должно быть все нормально. И у нас здесь все нормально, замечательно. Надо же сейчас посмотреть по дороге. Ничего не напутал. Ага, я вот здесь вот напутал, замечательно. Похуякс, сделаем в обратном направлении. Нет, все правильно должно быть. Или неправильно должно быть. Вот так вот должно быть, да. Все, теперь, по идее, у нас все верно. Только я сменил немножечко у нас расположение. Потому что оно было немножечко туповатым. Ну, что ж теперь? Так, свободу с водой надо проблему решить. Здесь больше потребностей воды у нас не будет. И посмотрим, что дальше у нас будет. Мы должны достигнуть 6000 населения, чтобы я уже мог строить из маленьких городов уже большие высокоэтажные города. Здесь, я повторяюсь, ничего сносить не буду. Здесь останется все в таком же стиле. Только здесь я забыл заполнить вот этой штукой. Да, сейчас буду сноситься дома. Но что ж теперь поделать? Я тут поставил людям немножечко парков, чтобы было у них настроение получше. Надо посмотреть по трафику, что у нас с трафиком. Потому что у меня есть подозрение, что у нас все по пизде. Нет, 94%. Самое в итоге у нас загружены участки. Это вот эта вот развязочка. Хотя я не вижу тут никаких проблем. Люди у нас едут в две стороны. Это нехорошо. Ага, посмотрите, что я обнаружил. У нас большая проблема в том, что грузовики, которые едут по городу, едут такие и едут через жилой район, соответственно, создают там большие помехи. А это не так, потому что у них нет другой возможности, как это сделать. То есть нужно как-то придумать к грузовикам способ быстро и безопасно добираться вот до этой точки. То есть непосредственно во вход наших... во вход нашей промышленной зоны, чтобы это все потом не вылилось за большие пробки. Ну, придется колхозить. Куда ж теперь? Что ж теперь делать? Немножечко колхоза еще никому не вредило. И вот такой вот у нас получился очень худевенький мост. Что ж теперь? Идея, должно разгрузить у нас очень сильно. Грузовикам, да, они начали ехать не через главную ось города Ая и по этому мосту, что очень-очень снизит нам трафик в городе. Но тем не менее, некоторые части грузовиков все-таки едут сюда. И едут целенаправленно через сюда. Аня, нет, посмотрите, все отлагало, зависло. И наш трафик разгрузился. То есть через город большие грузовики не ездят. Замечательно. Появляется потребность в промышленных районах. Давайте им эту потребность и дадим. Потому что у меня тут есть запланированные еще места и промышленные районы, которые мы можем здесь разместить. Я пытаюсь тут разгрузить небольшую пробку, которую мы здесь сделали. Это можно сделать здесь. Знак стоп, наверное. И вот здесь сделать знак стоп. Думаю, обойтись без... Это очень большие заторы создаст на самом деле. Давайте сделаем не знак и стоп. Уберем их. А здесь светофор просто обычно сделаем. Это же пробки нам не создаст никакие, нет? Создаст пробки. Причем большие пробки. В этом стопу здесь лишний. Явно надо что-то решать. Надо что-то решать, ребят. Если мы переделаем немножечко вот эту вот часть. Вроде как с развязки я немножечко подразорвался. Мне стоило это больших усилий на самом деле. Но я думаю, она поможет там. Немножко с ними ездить трафик. Я сомневаюсь, что это что-то кардинально поменял. По-моему, пробки как были здесь, так и остались. Да, пробки у нас стоят они. Почему вы их не можете? Потому что здесь напор машин большой. А почему здесь напор машин большой? Хорошо. И это можно исправить на самом деле. Напор этих машин. Вот таким вот большим входом конем. Если мы вот так вот сделали, то... Посмотрим, что из-за этого получится. Да, теперь еще более колхозный мост получился. Но тем не менее. Думаю, это как-то должно решить наши проблемы. С развязками. Я поэтому говорю, я не хочу больше заниматься маленьким грудом. Потому что тут более сложно все разместить в плане развязок. Склад заполнен? Охренеть. Что это? Хочешь сказать то, что он... О! 6500 у нас появилось. Замечательно. Ну погоди пока я со складом разбираюсь. Я разбираюсь. 100% заполненных. А почему вы не перерабатываете? Наверное, потому что... Мусора слишком много. Они не успевают, хочешь сказать, или что? Давай вот так вот сделаем. И в любом случае мне придется, наверное, еще одну поставить. Точнее, еще один поставить. Вот такой вот... Мусороскапливающий завод, так скажем. Точнее, ну свалку обычную, господи. Как я люблю это усложнять. А тем временем, как я понимаю, нам открылись большие-большие здания. Вместе с этим деловая зона. Офигенно. Офигенно, ребят. Но я хочу вот эту часть дозаполнить все-таки промышленными зонами. Теперь у нас полностью она укомплектована. Так, замечательно. Когда мы с этим разобрались, мы можем теперь заняться целенаправленно увеличением нашего городка. Да, обожаю, когда темно. И ни хрена не видно, но тем не менее. Здесь у нас береговая линия сделана, да. И можно здесь вот сделать мост. Туда дальше продолжить его. И сделать уже там... Продолжать, точнее, делать наш там городок. Так, с одним мостом мы закончили. Сейчас нужно будет сделать тут какую-никакую развязочку, наверное. Сейчас надо второй мост сделать. Так, с мостами мы закончили, ребят. Так, давайте сделаем вот здесь вот большую такую развязочку. Лепестковую. Немножко кривенько вот из-за этого места я все-таки разместил нашу клеверную развязку. Теперь как-то нужно разместить непосредственно наш будущий город. Правда, я хуй знает вообще, как это будет. Потому что здесь где-то была, по-моему, железная дорога. Да. Вот здесь вот можно разместить дальше промышленность какую-нибудь. Потому что здесь железка есть. В принципе, здесь можно разместить деревообрабатывающую промышленность. Но это будет потом. Сейчас я все-таки предлагаю сделать вот с такими деревяшками. Хотя лучше уже делать не просто двухполосную, а уже более широкие дороги. Хотя бы четырехполосную. Так, сделал я вот такую вот дорожку. Как это криво смотрится, я не могу. Надо по-любому устанавливать моды, которые бы это все исправили. И сделаем здесь вот такие вот дорожечки промежуточные результаты, которые помогут нам разместить здесь еще больше жилых зон и прочего. Так, разместил я непосредственно наши райончики, которые здесь будут располагаться. И строим здесь зоны большой. То есть здесь строим целенаправленные высокоэтажные здания. Вот здесь, пожалуй, я на берегу размещу маленькие здания. Чтобы было бы более-менее красиво. Так, тут нету ни воды, ни энергии. Чем, блядь, я думаю, когда я это строю? Я не знаю, ребят. Как я говорил, у меня цель не большое количество населения или не наибольший заработок. Моя цель, это целенаправленная и непосредственно. Такая жизнь для людей в этом городе. Какую бы я хотел для моих подписчиков. Так, налоги слишком высоки. Поэтому, говорят, не опускай налоги, ты слишком много жрешь. Так, пожалуй, у этих зон тоже можно было повысить налоги. Так, у тебя все? Или нет еще? Или слишком высокие? Прежнему высокие, это охранял. Вот 10%. 11. А, это коммерция бесится. Все? Да, все. Коммерция перестала бесить по поводу высоких налогов. Замечательно. Тут мы снесли пару зданий. Ой, как много этих. Так, у нас тут бесится, типа, недостаточно покупателей. Это значит, то, что покупатели не могут доехать до Сидова. Недостаточно клиентов. То есть, проблема с дорогами у нас. С этим направлением мы решили. Я не понимаю, почему сюда люди не упорно не хотят ехать. Никакую. Непонятно, ребят. Не понимаю. Была какая-то проблема, но ее быстро все решили. И у нас большая потребность стала в промышленных районах, которых у нас сейчас нема. Кстати, я думаю, вот такой вот запустелый райончик будет. Но посмотрите, как он еще раз процветает. Недостаточно клиентов. Ты что, дурак? У тебя целый район незадаченный у клиентов. А тут уже, смотрите, высокоэтажечки появились даже. Очень даже замечательно. А посмотрим на этот район. Ух ты, какие тут высокие дома получились. Чем ты недоволен? Здание... Здание жилой зоной высокой плотности. Че? А, ну... Да давайте здесь попробуем разместить... Хотя бы один деловой район где-нибудь. Где-нибудь вот типа... В принципе... Где-нибудь недалеко, чтобы было бы не жалко его. Но, в принципе, вот эту вот часть можно было бы отдать под коммерцию. Мне интересно, это у нас... Ребята, мне бы очень хотелось услышать ответ на мой вопрос. Деловая зона является коммерцией? И является ли деловая зона той же самой промышленной, только улучшенной? Например, как зона низкой плотности является более худшей версией зоны высокой плотности? Так ли это? И я был бы очень благодарен, если вы дали мне информацию по этому поводу. Я хочу сейчас провести. У меня, точнее, есть возможность сейчас провести небольшой эксперимент. Но прежде чем это делать, нужно непосредственно разобраться с рельефом, как у нас здесь он будет. Так, водичка потекла, мы соединили, замечательно. И теперь нам нужно доделать вот эту вот береговую линию. Точнее, мне нужно доделать эту береговую линию. В принципе, он не такой уж загруженный. Получается. Поэтому сделать вот такие вот маршруты... А никто не запрещает, правильно? Чтобы людям не приходилось делать уж очень большие круги, для того, чтобы достичь нужного им места. Все. Так, теперь он мне более нравится. Но все-таки все равно, что-то в нем не то. Что-то в нем не меня нет, самое. Что-то в нем меня напрягает. Так, ладно. Это уже потом будем заниматься этим. Сейчас займемся тем, что будем экспериментировать, ребят. Производить уж очень хорошие эксперименты. Так. Так, пока я строил. Прошло очень даже, на самом деле, много времени. Мне с минут 10 я все это строил. Пока у меня игра была не на паузе. И я увидел то, что у нас есть просадки по электроэнергии некие. Но это на самом деле, это просто здесь вот. Как-то очень криво построились дома. И которые не очень хотят проводить электроэнергию. И сейчас это застроится, поэтому переживать об этом не стоит. Так, какой я хотел провести эксперимент. Я тут немножко за кадром очень сильно похимичил. Да, даже чересчур, мне кажется, сильно. И то я не до конца занялся с этой развязкой. Потому что я не до конца еще придумал, как она будет вообще идти. Я хочу сейчас... У нас есть потребность в коммерческих районах, в любом случае. Поэтому я хочу некоторую область, как минимум, заключить в коммерческую. Сделать ее коммерческой из этих областей, которые нам пока доступны. Но пока с меня с развязкой не очень нравится. То есть, как я хочу вообще, в принципе, сделать это, я пока сам не знаю. Поэтому ответить на этот вопрос даже я не могу. У нас есть потребность в промышленных зонах. И я хочу сейчас разместить здесь промышленные зоны. Он по 4 клетки от каждого. По 4 клетки. И сделать вот таким вот образом. Чего 4 клетки от каждого. Здесь разместить здесь раз 4 коммерческую зону. В принципе, вот это все можно под коммерческие зоны и отдать. Да, думаю, неплохая идея. Ты знаешь, как это будет вообще. И снизить ли это потребность нашу в промышленности. Электричества не хватает, воды не хватает. Ну да, как всегда. Сначала устрою, потом думаю. Главное, это снижает нам потребность. Надо сейчас посмотреть, что с трафиком будет. Как он себя будет вести в данной ситуации. Что вообще сюда будут. Какие вообще сюда будут приезжать. Что будут им требоваться. В принципе. Для того, чтобы нормально функционировать. Так, сюда мы пока выясняем то, что ездит пока только личный транспорт. Блять, я же еще не сделал ни автобусов, ни троллейбусов. Никакого, никаких вообще путей. Полиции еще не хватает. Полиция в любом случае придется полицейский участок ставить. Потому что у меня даже, не знаю, вот такого небольшого, кажется, казалось бы, район есть два участка. Да, думаю, здесь вместе по лицу было бы неплохой идеи. Электричестве не хватает. Давайте вот здесь вот мы сделаем сейчас зону высокой застройки. И она тебе сейчас само электричество проведет. И электричество тем самым провелось. Как замечательно. Видишь, как замечательно. А ты говоришь, не проведешь, не проведешь. Все, я проведу. Все, я проведу. Мне не нравится очень сильно загрязнение. В принципе, здесь дамбу даже можно будет какую-нибудь построить. Судя по тому, что поток воды большой. Правда, здесь поток, здесь количество воды увеличится, насколько я понимаю. Если я дамбу сделаю. Так, я построил здесь промышленный район. Недостаточно работников, это все понятно. И посмотрим по уровню шума. Кстати, это шума практически не создает. Создает вот этот район шума, кстати, почему-то. Почему-то вы шумите. Почему-то шумишь в магазинчике. Ладно. С трафиком тут пока все в порядке. Загрязнение. Ты вообще никакого не даешь замечательно. Мне вот не нравится то, что у нас водоемы все отравленные теперь. А очистные мы никакие не можем ставить. У нас на 15 тысяч только очистные у нас появятся. Стоп, а мы можем минимализировать. Да, экологический водосброс надо поставить. Пожалуй, да. Поставлю экологический водосброс здесь. Две штуки также. Эти я, пожалуй, снесу. Я понимаю, что сейчас будет жесткая просадка по всем нашим возможным линиям передач. В том числе и по энергии, как ни странно. Два сейчас соединим. И вот с удой соединим. Все. Но, тем не менее, у нас сейчас должно по отходам и по загрязнению все пойти более-менее. Надеюсь на это. Его должно быть меньше, по крайней мере. Потому что все вот это вот у нас, как минимум, два озера уже заражено нашей химией, которую мы и выбрасываем. Это очень плохо. Но хорошо, что хоть вот этот берег у нас более-менее очистился от всякого вредного. Так. У нас проблемы с сбросом. Доступность канализации резко уменьшилась. Так. У тебя... Сколько ты относишь? Ты еще 120 тысяч в метров, а ты 60. То есть, тебя надо в два раза больше. Хорошо. Соответственно, тратится на них тоже в два раза больше. Но что же тебе поделать? Зато это будет более экологично. Непримечательно. Увеличится объем воды в уплеске у моего суда. Но благо то, что у нас здесь соединим... Я заранее позаботился об этом и соединил здесь. В канал наши, иначе бы это озеро просто-напросто переполнилось. И все. Как можно видеть, уровень воды поднимается. Да, только из-за этого смога и из-за этой дряни ничего не видно. Так, у нас потребность в жилых зонах появилась. Продолжу я по крайней дороге вот здесь вот размещать. Маленькие жилые зоны, кстати, вот это вот надо будет все выделить. Здесь будет уже не европейский стиль, поэтому дома переделываться не будут. Что уже замечательно. Пожалуй, это все сделаю единым стилем. Единым районом. Так, и продолжу сейчас я размещение наших домиков. Мне приходится очень подолгу молчать на самом деле. Это потому что эта игра не требует от тебя полного сосредоточения на том, что ты делаешь. Потому что иначе ты просто погрязнешь в таком дерьме и в таком чме, то что, блин, лучше этого не делать. Лучше просто заранее подумать, заранее уже все спланировать. Так, кладбище и больницы у нас построены. В принципе, тут проблема только с пожаркой. Наверное, будет, да. Большая проблема с пожарной станцией. Так, надо, чтобы поставить здесь вот такие вот специальные пожарные вышки, чтобы предотвращать пожары будущие или имеющиеся уже, по крайней мере, безопасность. И пожару, пожалуй, еще пару пожарок, в принципе, нужно разместить. Здесь. И здесь. Большой такой комплекс, пожалуй, размещу. У меня есть возможность, я размещу здесь большой комплекс. Да. Недостаточно образованных работников. Бля, я забыл. Обучение совершенно, я забыл про обучение. Здесь у нас начальная школа, на самом деле, одной из школ их хватит. Но в этих районах с начальными школами беда. Поэтому нужно здесь начальную школу. Непосредственно в высшую школу, потому что она будет очень необходима. В доступности она будет. Начальная школа еще, пожалуй, нужна, я так понимаю. Да, еще одна нужна в начальной школе в этом районе. И теперь должно быть с начальными школами у нас более-менее чики-пуки. Так. Ага. У нас нету совершенно университетов. Хотя, это очень большая промашка моя, с моей стороны. Потому что университеты надо было строить давно. И университет, пожалуй, я построю единожды вот здесь. Вот. Да, вот в этом районе. И сделаю сюда непосредственно. Хотя, нет, университет. Университет это плохое место. Потому что университет лучше строить там, где для него хорошая доступность. Хорошая доступность для него будет вот здесь вот, мне кажется. Вот здесь вот, да. Неплохое место для университета. Да, потратились мы с дата. Но сейчас город находится на границе процветания. Надо сносить. Не забывай сносить дома, чтобы строились новые. Из-за непонятных проблем. По пробкам, по пробкам. Я хочу посмотреть, что у меня по пробкам. 90% вот здесь вот места. С высоким содержанием трафика. Но, как я вижу, он быстро рассасывается. Поэтому это не особо проблема. Красные места здесь непосредственно есть. Но 90% трафика нам говорит о чем-то. В принципе, в принципе, меня все по трафику устраивает. Откуда такой поток машин появился здесь? Так, вроде как, более-менее с транспортами я разобрался. Здесь непонятно, с ниоткуда у меня появились какие-то проблемы. Хотя их не было. И уже 93%. Мне даже это очень нравится. Не хватает образованных работников. Но это очень быстро исправится. Потому что здесь есть универ. Но не хватает очень сильно общественного транспорта, на самом деле. Я предлагаю с общественным транспортом и со всем остальным разобраться в следующей серии. А сейчас я буду потихоньку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Да, да, я забыл то, что я обычно не прощаюсь. Ну что ж. Тогда продолжение следует.